Девушки отдыхают В следственном управлении по данному факту уже проводится проверка, там устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подробности расскажем сегодня. Итак, в эфире участок 112, в студии Евгений Плохотин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в программе. Лес пилят, только вот документы на него есть не всегда. В Бийске проходит масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности, связанной с переработкой и реализацией древесины. Уже есть первые результаты. Выпить и закусить молодые люди залезли в небольшой продуктовый магазин и там же их задержали полицейские. В Бийске в общежитии колледжа совершено преступление. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Простите, но вы не выездные. И почему сотни бийских туристов не могут отправиться на отдых за границу? Итак, мы начинаем. Вместо денег фальшивка. В Бийске изъяли очередную поддельную купюру. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение из расчетно-кассового центра о факте обнаружения банкноты номиналом 5000 рублей с явными признаками подделки. Было установлено, что поддельной купюрой рассчитались в магазине хозяйственных товаров. Кассир подвоха не заметила и сдала сдачу. Позже фальшивка попала в инкассаторскую сумку. Согласно справке исследования, то технология изготовления купюры полностью отличается от технологии производства подлинных денежных знаков. Вот это выполнено на обычной бумаге с помощью струйной печати. В настоящее время проводится предварительная проверка. Назначена техника криминалистическая экспертиза. Отметим, что на территории Алтайского края уже изымались несколько купюр со схожими серией и номером. Так что, бейчане, будьте бдительны. В большинстве случаев человек, который находится на кассе, спокойно принимает данную денежную купюру, складывает ее в кассу и обнаруживается она уже в дальнейшем в банке. А когда мы находим ее в банке, то найти человека, который ее сбыл, практически уже невозможно. Поэтому мы требуем внимательного отношения со стороны кассиров, операционистов при приеме денежной купюры. То есть, когда их не так много на самом деле, пятитысячных денежных купюр, когда она ее принимает, чтобы обращали внимание на человека, который ее сдал на время. И, конечно, более тщательно смотреть данные денежные средства. За водочкой и за кусоном два молодых человека залезли в небольшой продуктовый магазин, расположенный в спальном районе города. В основном их интересовали алкогольные напитки, причем те, что покрепче. Похищенное имущество. Молодой человек, пожалуйста, покиньте часть территории. Несколько бутылок беленькой вытащили молодые люди из киоска, который находится в районе переезда. О том, что в магазин пытается кто-то пробраться, увидели местные жители. Видимо, очень шумно злоумышленники били стекла. Один из них, судя по следам крови, даже порезался. Незамедлительно на место выехала группа немедленного реагирования межмуниципального управления МВД «Россиябийская». Жулики еще не успели убежать, их взяли прямо на месте. По данному факту в полиции уже возбудили уголовное дело по 158-й статье. Теперь молодым людям придется отвечать в суде за кражу с незаконным проникновением. За такое им грозит до пяти лет лишения свободы. А между тем в Бийске объявили в розыск мужчину, который совершил ограбление в микрофинансовых организациях. Преступник действовал очень дерзко. На его счету несколько преступлений, причем совершены они с разницей в несколько минут. Как рассказала одна из потерпевших, в клиентский зал зашел мужчина плотного телосложения неславянской внешности. Девушка начала беседу с посетителем, а тот в свою очередь подошел к столу и потребовал все наличные деньги. Потерпевшая передала грабителю 36 тысяч рублей. Затем мужчина проследовал в рядом расположенный офис. Там, также угрожая, заставил менеджера выдать денежные средства. Девушка отдала из кассы около 10,5 тысяч рублей, после чего преступник скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Записи с камер внутри помещения и уличного наблюдения изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. По подозрению в совершении преступления разыскивается парень на вид 30-35 лет. Рост 175-180 сантиметров. Плотного телосложения. Под глазами синяки. Был одет в синюю кофту с белыми надписями, черные штаны и темную кепку. Уважаемые бейчане, если вам известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по телефону 39-41-52, 39-40-52 или 02. Лес пиля, только вот документы на него есть не всегда. В Бийске сейчас проходит масштабная спецоперация по пресечению противоправной предпринимательской деятельности, связанной с переработкой и реализацией древесины. Уже есть первые результаты. Это кадры масштабной спецоперации под условным названием «Лес». Сотрудники правоохранительных органов совместно с силовиками прибыли на одну из бийских пилорам. Здесь полицейских явно никто не ждал. На территории предприятия вовсю кипела работа. Сотрудники только и успевали пилить деревья. И не исключено, что лес сюда попал по так называемым «черным каналам». Предоставить какие-либо документы на лесоматериал хозяин предприятия не смог. Возможно, что их просто нет. Я здесь просто работаю. Я работаю этим мастером. В итоге с этой пилорамы полицейские изъяли порядка 150 кубометров сосны. В этот же день сотрудники правоохранительных органов посетили еще одно городское предприятие лесопереработки. Но здесь, в отличие от первого эпизода, предприниматель бумаги предоставил. Их подлинность сейчас проверяется. Главная же задача оперативно-профилактической операции «Лес» – это пресечение противоправной предпринимательской деятельности, связанной с переработкой и реализацией древесины. На сегодняшний день уже проверено около 30 организаций лесозаготовительной отрасли. Конфисковано больше 400 кубометров незаконно хранящейся продукции. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции остановили около двух десятков транспортных средств, которые перевозили пиломатериалы. В трех случаях были выявлены нарушения. В настоящее время операция продолжается. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление мест незаконных рубок, переработки, а также сбыта древесины. Евгений Плохотин при содействии пресс-службы Бийской полиции. Участок 112 мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. В Бийске в общежитии колледжа совершено преступление. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Простите, но вы не выездные. И почему сотни бийских туристов не смогут в этом году отправиться на отдых за границу? Недоглядели. В Бийске из окна третьего этажа выпал трехлетний мальчик. Чем все закончилось, расскажем буквально через пару секунд. Итак, в Бийске из окна многоэтажки выпал ребенок. Несчастный случай произошел накануне. Как сообщается, родителей дома не было. Мальчик находился под присмотром бабушки. По данному факту, следственными органами уже проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что ребенок в этот день находился дома с бабушкой. По предварительной информации, заигравшись, трехлетний мальчик залез на подоконник, после чего оказался на улице. Упав с третьего этажа, ребенок получил различные травмы. В настоящее время жизни малыша ничего не угрожает. Но по данному факту, сотрудниками следственного управления сейчас проводится доследственная проверка. В частности, предстоит выяснить обстоятельства, при которых мальчик был оставлен без присмотра. И это несмотря на то, что в квартире находились его родственники. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Отметим, что в Бийске это первый подобный случай в этом году. Сотрудники правоохранительных органов призывают взрослых не оставлять детей без присмотра. И по возможности установить специальные запирающие устройства. Взрослые должны понимать, что дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. В связи с этим, следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра. Не держать окна открытыми, если в комнате находится ребенок. Не надеяться на москитные сетки. А во избежание несчастных случаев использовать блокираторы, а также другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно. Родители помните, что жизнь детей в ваших руках. В Бийске в общежитии колледжа совершено преступление. Один из студентов вымогал деньги у несовершеннолетнего. При этом он ставил условия и угрожал. Все произошло в марте этого года. Находясь в общежитии Бийского государственного колледжа, студент четвертого курса, требовал денежные средства у первокурсника. В отношении 16-летнего парня злоумышленник применял физическую силу и угрожал применением насилия. В итоге было возбуждено уголовное дело. Следствием собрано достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Бийские туристы не смогли выехать за границу. Они купили путевку на отдых, однако во время регистрации прямо в аэропорту их развернули домой. В подобной ситуации на сегодняшний день могут оказаться несколько тысяч бийчан. И в частности это связано с большими долгами по коммуналке. О том, как не попасть в просаг и какие еще последствия ждут тех, кто не платит вовремя за горячую воду и отопление, расскажем прямо сейчас. Арестованные автомобили, заблокированные счета и запрет на отдых за границей. Несколько тысяч бийчан уже поняли, к чему могут привести вовремя неоплаченные счета за горячую воду и отопление. На сегодняшний день долги горожан перед теплосбытовым подразделением Сибирско-генерирующей компанией составляют порядка 200 миллионов рублей. Судебный пристав откройте, пожалуйста, соседу повестку оставить. Регулярно представители ресурсоснабжающей компании совместно с судебными приставами выходят в рейды. Они стучатся в дверь к тем, кто накопил и продолжает копить долги по коммунальным услугам. Причем категории разные. Среди неплательщиков есть достаточно обеспеченные люди. Это те, кто может, но не хочет платить. Деньги в кассу за тепло и горячую воду они несут сразу после того, как приставы блокируют счета и арестовывают машины. Активно в нашем городе, по сравнению с другими регионами, у нас очень активно работают приставы по аресту, реализации автомобилей. Граждане процентов 90 у нас оплачивают в этих ситуациях задолженность. Однако есть бейчане, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Например, потеряли работу. И здесь, если вовремя прийти на разговор к специалистам СГК, то можно договориться о рассрочке платежа. И при выполнении всех условий можно будет избежать негативных последствий. В частности, к вам не придут приставы. Для этого необходимо просто обратиться в нашу компанию. СГК всегда пойдет на встречу к своим потребителям. Будет заключено соглашение о рассрочке платежей, что позволит нашим потребителям совершать планомерно свои оплаты. Гасить задолженность. А наша организация не пойдет в суд для взыскания данной задолженности. Уже многие в нашем городе пошли именно по такому пути. Как показывает практика, сколько от судебных приставов не бегай, а заплатить за горячую воду и отопление в любом случае придется. Если должник не является, мы же все равно его не оставляем без внимания. Мы еще раз приходим, мы опрашиваем, мы узнаем. Мы запросы различные делаем, регистрационные органы. То есть мы все равно узнаем, где должник проживает по фактически, он здесь или не проживает. То есть в любом случае привод оформляем. Чтобы не создавать себе дополнительных проблем, оплачивать потребленные услуги лучше вовремя. И тогда автомобиль не увезут на эвакуаторе, да и отпуск вам никто не испортит. Бийским автомобилистам тоже советуют оплатить долги по штрафам. В нашем городе проходит сейчас профилактическая акция «Должник». С начала этой недели инспекторы ГИБДД останавливают всех подряд, и тех, у кого есть неоплаченные штрафы, их привлекают к административной ответственности. Санкция части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двуакуратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей. Либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Что ж, это все на сегодня. Не нарушайте законы, тогда он всегда будет на вашей стороне. Счастливо, увидимся через неделю. Пока. Все, давай, все, пошел, пошел. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok